Его энергии хватит на десятерых детей. Настроение словно американские горки. Сегодня он на занятии сидел под столом и гавкал. Если это про вашего ребенка, не переключайтесь. Мы поговорим о синдроме дефицита внимания и гиперактивности. С вами я, Александра Аспидова, семейный детский психолог, нейропсихолог. И мы на канале «Где мои дети?». Итак, признаки СДВГ – это суперактивность, невнимательность, забывчивость, неумение контролировать свои эмоции, постоянное влезание в чужие разговоры и, конечно же, нарушение чужих личных границ. Синдром дефицита внимания – это диагноз, и он встречается у каждого 20-го ребенка в России. И интересный факт, что у 70% людей синдром дефицита внимания сохраняется и во взрослом возрасте. Как же помочь и поддержать своего ребенка в семье? Я сейчас вам расскажу подробно. Причин возникновения СДВГ-синдрома три. Первое – это генетическое. Если есть наследственность, например, у мамы выявлен этот синдром, то у ребенка, вероятнее всего, он также будет. Далее, биологические – это какие-то органические нарушения или незрелость в работе головного мозга. Это могут быть также дефициты микроэлементов. А еще тяжелые роды – это травмы, гипоксия и какие-то еще тяжелые моменты, связанные с беременностью мамы. И еще одна причина – это социально-психологические моменты, связанные с микроклиматом в семье, когда, может быть, у родителей есть какие-то зависимости, когда ребенок видит деструктивную модель отношения в семье, когда ему дома страшно, некомфортно, когда его оскорбляют, унижают и применяют какие-то физические наказания. Существует несколько разновидностей синдрома дефицита внимания. Первый – это гиперактивность без дефицита внимания. То есть, когда ребенок полностью интеллектуально сохранный, он легко слышит инструкцию, он вовлекается в инструкцию, но он очень подвижен, его движения хаотичны. Он во время, например, выполнения какого-то задания в школе может спрятаться под стол или встать из-за стола, пройтись по классу. То есть, он сам мешает своими какими-то движениями в себе и в том числе людям, с которыми он находится. Второй вид – это синдром дефицита без гиперактивности. То есть, ребенок моторно спокойный, он слышит инструкцию, но он постоянно что-то забывает. Он может за месяц потерять несколько сменные обуви в школе, он может забыть рюкзак на секцию, он может забыть позвонить маме, когда пришел куда-то, он может забыть что-то купить в магазине, потому что у него есть особенности развития мозга, которые не дают ему сконцентрировать свое внимание. И третий вид – это синдром, который сочетает в себе и дефицит внимания, и гиперактивность. Этому ребенку очень сложно усидеть на месте, в то же время он не может сконцентрировать свое внимание на какой-то конкретной задаче, он может не доводить начатое до конца, у него могут быть какие-то навязчивые движения, то есть, он может выполнять какое-то задание и постоянно дергать ногой. Он очень-очень хаотичен, и нам важно понять, что вот как ведет себя этот ребенок снаружи, то же самое происходит у него внутри, то есть, хаос мыслей, спешка. Только он о чем-то подумал, мысль не закончилась, он уже продолжает думать о чем-то другом. Такому ребенку очень непросто. Но чем младше наш ребенок, тем сложнее выявить у него СДВГ, потому что в дошкольном возрасте обычно не проверяют концентрацию внимания. Но тут я хочу вас предостеречь делать поспешные выводы. Нормально, когда шестилетний ребенок не может усидеть 3 часа в самолете в своем кресле, потому что дети, они в принципе очень подвижны, и это нормально, когда они много двигаются и играют. Давайте рассмотрим каждую особенность и поговорим, как помочь своему ребенку. Невнимательность. Такой ребенок очень сложно доводит начатое до конца. Это касается и учебной деятельности, и каких-то игр, занятий. Например, он начал выполнять какую-то поделку, собрал пластилин, бумагу, наполовину выполнил, бросил и пошел заниматься каким-то другим делом. Далее этот ребенок может быть очень рассеян. Как я и говорила, он может забывать какой-то инвентарь из секции, забыл забрать, он может забыть ключи, он может забыть позвонить родителям. То есть здесь такой процесс, когда ребенок просто рассеян и не может отследить, где конкретно находится его вещь. Такой ребенок не любит заниматься какой-то рутинной, однообразной, длительной работой. Ему сложно сконцентрироваться. Опять же, он может посмотреть такую общую картинку целиком. И когда он делает что-то долгое, рутинное, то на детали он совсем не обращает внимания. Например, мама попросила его прибрать что-то, показала, как это делать. А он начал делать и забыл помыть в углах, еще в каких-то местах. То есть ему очень-очень сложно выполнять такие простые, но длительные действия. Первое, конечно, так как у детей с синдромом дефицита внимания, гиперактивности, хаос, мысли в голове, нам важно создать порядок снаружи. Что это значит? Это означает, неважно дошкольного возраста ваш ребенок или школьного, нам необходимо обозначить все места для хранения любой вещи, начиная от ключей, заканчивая инвентарем для секций. Если ребенок постоянно забывает, куда положить, то можно сделать какие-то ярлычки-наклейки. Ну, например, для рюкзака. Если ребенок уже умеет читать, то можно сделать чек-листы, где конкретно должна лежать каждая вещь. Когда мы наводим порядок снаружи, то и внутри у ребенка тоже становится меньше хаоса. Не поощряйте вещизм. Потому что чем больше вещей, игрушек у ребенка, опять же, тем самым больше этого внутреннего и внешнего шума. Пусть у него будет небольшая коллекция машинок, а не 100 экземпляров. Самое главное, чтобы все игрушки и в том числе вещи лежали на своих местах. И в его комнате должны быть места, где они расположены, не навалены друг на друге, не в контейнерах, а именно красиво на полочках. Тем самым вы, опять же, упорядочиваете мысли вашего ребенка. Следующий критерий – это сверхактивность. Такой ребенок порой бывает очень неусидчив. Он ерзает на стуле. Когда он что-то делает, он может выполнять еще дополнительные какие-то движения. Дергать ногой, стучать рукой, теребить что-то в руках. То есть ему сложно сконцентрироваться на каком-то одном деле. Он постоянно себе чем-то помогает. А в младенческом возрасте это может отражаться в плохом сне у детей, когда они засыпают на короткое время, потом снова просыпаются, потом опять засыпают. То есть у них такой неустойчивый сон. В более старшем возрасте ребенок очень долго засыпает. Он ворочается, он может теребить пижаму, теребить какую-то часть одеяла. То есть он своими движениями сам себе мешает уснуть. Этому ребенку сложно играть долго в какую-то игру. Даже если она ему интересна, он может в дальнейшем очень быстро переключиться. Но это не касается гаджетов. Мы, кстати, на эту тему поговорим в следующем видео. Так что подписывайтесь на наш канал, оно будет очень интересным. Составьте четкий распорядок дня. Потому что такому ребенку очень важно понимать, что у него будет следующим шагом в сегодняшнем дне. Во сколько он выходит в школу, когда он должен вернуться, что он делает сразу после школы. Точно так же вы можете составить не только распорядок, а какие-то конкретные чек-листы. Как выполнять уроки, как собирать рюкзак, что нужно взять с собой перед выходом в школу или в детский сад. Тем самым вы опять помогаете ребенку организовать эту жизнь помимо вот этого внутреннего хаоса. То есть вы его опять же минимизируете. Следующий критерий это импульсивность. У такого ребенка очень яркие эмоции. Он может нарушать личные границы других людей. Он может перейти легко со взрослым на «ты», задавать ему какие-то неуместные вопросы. Его речь очень яркая и демонстративная. Там присутствуют постоянно перепады интонаций. Такому ребенку очень сложно проигрывать. Он не хочет никогда ждать своей очереди. И ему сложно дается коммуникации со сверстниками, когда начинается игра. Минимизируйте сахар в рационе ребенка и другие химические продукты. Потому что уже существует масса исследований, которые доказали, что сахар, он очень сильно влияет на эмоциональный фон нашего ребенка. И все продукты, которые химические, содержащие трансжиры, они точно так же влияют на развитие физическое и в том числе психическое наших детей. Поэтому, когда идете в магазин, читайте состав продуктов. Ведь все кондитерские изделия, например, тортики, пирожные, которые продаются в магазинах, там состав точно больше 3-4 ингредиентов. А для нашего ребенка это не подходит. Мы всеми путями должны, наоборот, сгладить его эмоции. А с помощью такого питания мы, наоборот, подкрепляем вот это импульсивное поведение. Я думаю, что будет полезно и научить ребенка, когда он идет в магазин, точно так же читать состав продуктов. Сходите к врачу и сдайте анализы на дефициты витаминов и микроэлементов. Потому что все-таки, как нейропсихолог, я вам скажу, что очень важно многогранно рассматривать эту проблему. Ведь, может быть, у ребенка есть дефицит витаминов группы В. И когда вы восполните эти дефициты, то его концентрация внимания усилится. Обращайте точно так же на эти процессы свое внимание. Минимизируйте время в гаджетах у своего ребенка. Потому что, опять же, когда он подвисает там, то его психические процессы, они, наоборот, будоражатся. Нам кажется, что его эмоции, он успокаивается, они притупляются. Нет, такого не происходит. Когда он выходит из гаджетов, особенно это очень такой, может быть, сложный период, когда вы говорите, отдай телефон, он начинает нервничать. Именно поэтому соблюдать эти нормы крайне важно. Какие же нормы вообще есть? Если вашему ребенку до 3 лет, до 2-3 лет, то лучше вообще их исключить. После 3, буквально 15 минут в день в первой половине дня. От 3 до 5, до 25 минут в день. От 5 до 7, до 30-40. От 7 до 9, 40-50 минут примерно. И от 9 и старше, максимум полтора часа. И самое главное правило, исключите гаджеты за 2 часа до сна. Потому что они влияют на выработку гормона сна, мелатонин. Если ребенок и так трудно засыпает, зачем еще подкреплять ему это какими-то девайсами? Ну и, конечно, устраивайте время, где ребенок может экологично выплеснуть свои эмоции. Дома это может быть подушка или груша для битья. Можно выезжать в парк, где ребенок может накричаться, набегаться, наваляться в траве. Можно ходить в бассейн, где ребенок может наплаваться, наплескаться и так далее. Используйте это время, потому что ему все равно нужно куда-то выплескивать свою энергию. Если вы отмечаете у своего ребенка, по крайней мере, 6 таких симптомов. И они длятся больше 6 месяцев. А самое главное проявляются во всех сферах, где живет, взаимодействует ребенок. Это может быть дома, в саду, в школе. То тогда есть вероятность, что у вашего ребенка синдром дефицита внимания и гиперактивности. И здесь, дорогие родители, совсем не нужно ждать школьного возраста. Потому что симптомы и проблемы, они как снежный ком, постоянно будут накапливаться. Прямо сейчас обращайтесь к неврологу, к нейропсихологу, чтобы они могли поставить нужный диагноз и помочь вашему ребенку. Воспитывать ребенка с СДВГ непросто. Но сейчас есть современные пути помощи вашим детям. Поэтому, если вы научите своего ребенка планировать время, управлять своими эмоциями, то ваша жизнь и жизнь вашего ребенка точно будут счастливее, а он будет успешнее. Я желаю вам быть более терпимыми к своему ребенку. И если вам было полезно это видео, то ставьте лайк и пишите свои комментарии и вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!